Возможность так называемого веймарского формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе обсудили президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер. Киев настаивает на необходимости полного выполнения всеми сторонами минских договоренностей. Петр Порошенко призвал использовать все возможности, чтобы побудить Россию к этому. Целью санкции не является причинить вред России или создать ей проблемы. Их целью является выработка сценария или формата, который простимулирует всех участников, в том числе Россию, выполнять свои обязательства. Это очень важно для Украины. Украина делает все, чтобы достичь мирного решения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Арсений Цинюк на совместной пресс-конференции с главой Медгермании Франк Вальтером Штайнмайером в Киеве. В то же время Россия грубо нарушает минские договоренности. Москва не выполняет базовые положения подписанных в столице Беларуси документов, подчеркнул Арсений Цинюк. Базовые пункты этого соглашения, а это возобновление контроля над украинско-российской границей, остановка поставок оружия из Российской Федерации на территорию Украины и отзывы российской армии и российских террористов с территории Украины не исполняются. Так как другого плана действий, кроме Минского соглашения, нет, поэтому Россия должна выполнять то, по чем подписалась и то, что обещала всему миру. Глава внешнеполитического ведомства Германия в свою очередь заявил, что Европа готова оказывать Украине как политическую, так и экономическую помощь. Одним из механизмов для этого Штайнмайер считает Международную конференцию по поддержке Украины. Он констатировал, что напряжение на востоке Украины за последние несколько месяцев возросло, и единственной базой для урегулирования кризиса могут быть минские договоренности. Поэтому их необходимо выполнять. Готова ли к этому Россия, Вальтер Штайнмайер выяснит во время своего визита в Москву. В столицу России немецкий министр отправится после Киева. Одна из причин, почему я здесь, в Киеве, это многочисленные переговоры с президентом России. Которые в прошлые выходные прошли в Брисбене. В том числе и переговоры канцлера Германии с господином Путиным. Отсюда, после переговоров с вашим президентом, во второй половине дня я отправлюсь посмотреть, создали ли переговоры в Брисбене атмосферу, которая позволила бы работать над более конкретной реализацией минских соглашений. НАТО выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и надеется на участие России в этом процессе. Такое заявление сегодня в Брюсселе сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Толтернберг. По его словам, и Евросоюз, и НАТО считают, что конфликт на Донбассе нужно решить путем переговоров. Генсек НАТО призвал Москву сделать выбор. Участвовать в мирном урегулировании или же столкнуться с возрастающей международной изоляцией. В НАТО заявляют, что до сих пор наблюдают перемещение за Россией в Украину военных, бронетехники и артиллерии. Ну и за минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции более 30 раз, а за время действия режима перемирия более 3000. Сохраняется активность боевиков на Дебальцевском и Луганском направлениях. Сепаратисты наносили огневые удары по Авдеевке, Трехизбинке, Сокольниках, Орловском, Пескам. Четыре раза был обстрелян Донецкий аэропорт. В районе Горловки зафиксированы реактивные установки залпового огня. После нанесения огневого удара они меняют позиции. Возле Мариуполя боевики прекратили безуспешные попытки форсировать реку Кальмиус. В то же время продолжаются обстрелы в районе Гранитного, Толоковки и Коминтерного. Взаимодействие артиллерийских подразделений сил антитеррористической операции личного состава несущего службы на блокпостах позволяет эффективно противостоять всем угрозам, которые пытаются реализовать террористы на Донбассе. Ответным огнем огневые точки боевиков уничтожаются. За сутки в результате обстрелов, подрывов на растяжках и фугасах погибло 5 украинских солдат. Получили ранения разной степени тяжести еще 8 украинских военных. Бандиты активно используют тактику минирования территории, тем самым подвергая опасности в том числе и мирных жителей региона. Террористы продолжают отводить из Донецка свои войска из Петровского района на другие участки и концентрироваться в северных и северо-западных районах города. В Петровском районе Донецка остались отдельные подразделения банды «Оплот» с минимумом тяжелой техники. Одновременно боевики активно обстреливали поселок Песк и перемещались вдоль фронта, в том числе в сторону Авдеевки. Продолжается переброска малочисленных групп боевиков в район Еленовки, Новотроицка, а также в Горловке и Енакиево. В районе Углегорска на первой линии сосредоточилась группа боевиков численностью до 400 человек с артиллерией и бронетехникой. В резерве у этой тактической группы Макеевское бандформирование. В нем до 300 боевиков и около 10 единиц бронетехники. Ночью в Донецке опять стреляли. За минувшие сутки артиллерийскими снарядами повреждены 9 жилых домов в Киевском районе. Утро без газа встретили 2700 жителей города. В настоящее время обстановка в Донецке относительно спокойная. Все коммунальные службы и аварийные бригады работают в штатном режиме. Восстановлено электроснабжение около 1000 домов поселка Октябрьский. В Луганской области боевики 32 раза обстреляли населенные пункты, в том числе и подконтрольные Украине. Во многих из них из-за попадания снарядов повреждены газопроводы и линии электропередач. В результате без газа остались жители города Счастье и нескольких сел. Трехизбинка, Кряковка, Сокольники, Чернухина. Электричества нет в Новоалександровке, частично в станице Луганска и Пшеничном. Денег на жизнь требуют от боевиков ДНР жительницы Янакиева. Как сообщают интернет-издания, женщины с детьми пришли в местный горсовет, чтобы выяснить, когда же они получат выплаты. Само провозглашенные власти заверили, что так называемый гум-конвой из России привез деньги и выплаты начнутся вскоре. Однако известно, что с последним гум-конвоем на оккупированной территории завезли оружие и боеприпасы. Ранее стихийный митинг состоялся возле Свердловского исполкома в Луганской области. Собравшиеся требовали, чтобы сепаратисты покинули город. Подобный бунт прошел и в Червоно-Партизанские. 16 ноября люди возмущались бесчинствами боевиков. В СБУ основали общественный совет по вопросам очищения власти, борьбы с коррупцией и сепаратизмом, сообщил глава ведомства Валентин Наливайченко. По его словам, уже создана база данных людей, причастных к сепаратизму, терроризму. И СБУ совместно с другими силовыми ведомствами контролируют их перемещение с оккупированных территорий. Также Валентин Наливайченко сообщил, что СБУ завершило расследование по 82 бывшим высокопоставленным чиновникам. Он отметил, что материалы, уже переданы в Генпрокуратуру, экс-чиновники находятся в розыске. Расследование СБУ, касающегося их активов, счетов, имущества и украденного с бюджета или целыми предприятиями, такими как Укротелеком, завершены. Материалы, переданные в Генпрокуратуру, и самое важное, что служба продолжает свою работу и дальше. Это касается 82 бывших высокопоставленных чиновников. Вместе с институциями Европейского Союза США и Великобритании организован поиск, арест и возвращение украденного в любой форме недвижимости или активов на счетах в Украину. Украина и Норвегия подписали соглашение по поддержке украинского государственного бюджета. Соответствующий документ между правительствами двух стран заверили премьер-министр Украины Арсений Яценюк и премьер-министр Норвегии Эрна Солберг в Киеве. Пресс-службе украинского правительства уточнили, что это соглашение предусматривает выделение Норвегии финансовой помощи украинскому бюджету несколькими траншами в течение трех лет. Первый транш, который Украина получит согласно подписанному документу, составит 15 миллионов долларов. По словам Арсения Яценюка, договор предусматривает аналогичную помощь и в следующем бюджетном году. Украина также планирует допустить норвежские компании к управлению украинской газотранспортной системой. Для этого Верховная Рада готова принять закон, который разрешит европейским партнерам, в том числе и норвежским, напрямую инвестировать в ГТС и подземные хранилища. НБУ изменил размеры регулятивного капитала для украинских банков. Соответствующие изменения внесены в инструкцию о порядке регулирования деятельности банков постановлением номер 723 от 17 ноября. Теперь размер регулятивного капитала для банков, получивших лицензию после 11 июля, составляет 500 миллионов гривен. Напомним, раньше этот норматив составлял 120 миллионов. Для банков, которые получили лицензию до 11 июля этого года, постановлением предусмотрен график наращивания регулятивного капитала на 10 лет. То есть до 11 июля 2024 года. Ежегодно показатель регулятивного капитала должен увеличиваться на 50 миллионов гривен, достигнув в итоге полмиллиарда гривен. Цель этого нововведения – повышение эффективности и обеспечение стабильной деятельности банка в Украине. Документ вступает в силу через месяц со дня опубликования. В Украине создали первый электроавтобус. По словам луцких разработчиков, он может проехать без подзарядки 300 километров со скоростью 80 километров в час. Для полной зарядки аккумулятора электросети необходимы 4 часа. Инженер уверен, что Украина нуждается в таком виде транспорта, ведь он экологически безопасен и позволит существенно экономить на топливе. Только такого класса 7-метровых автобусов в Украине пролицензировано около 16,5 тысяч. Каждый автобус использует около 50 литров в день. 300 миллионов литров в год для этих автобусов покупают дизельного топлива. Можно посчитать. В деньгах идет около 5,1 миллиарда гривен ежегодно. Если мы говорим об электроэнергии, то где-то полмиллиарда будет оставаться в бюджете Украины. Ну а далее на БТБ смотрите украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Спасибо, что с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!